Мне почему-то напоминает эта история с Пригожиным, вот это я в детстве помню, такое четверостише, Лаврентий Павлович Берия не оправдал доверия, остались от Берии только пух и перья. Ну вот внезапно, когда-то Лаврентий Павлович из соратника, приближенного к Иосифу Фиссарионовичу, стал в один день английским шпионом, и люди, в общем-то, в это поверили. Как вы считаете, готовы ли сейчас россияне верить российской пропаганде, в принципе, в наш век доступа к информации, когда вчерашний герой, особо приближенный к императору, вот так очень резко развенчивается в эфире как раз-таки главных ведущих пропагандистов? Кто от этого, в общем-то, больше выиграет, Путин или сам Пригожин? Ну, в данном случае, я думаю, что Пригожину уже особенно выигрывать нечем, по крайней мере, на этом этапе. Он не находится в России, хотя может туда приезжать, он вынужден закрывать свои проекты или с ним расторгают контракты, и непонятно на самом деле, какое у него будущее и какие у него там гарантии. Все равно мы не знаем, о чем конкретно он договорился. Что касается выигрыша Путина, то Путин просто спасает репутацию. Мы видим, насколько он начал гиперактивно носиться куда угодно и появляться на публике, чего в последнее время не было. И, судя по всему, судя по тем сливам, которые сам же Кремль организует, они собираются еще больше активизировать его движение. И, как это, рукопожатие крепкое, как мы помним из Бориса Ельцина. Вот он это рукопожатие теперь вынужден везде демонстрировать и изображать поездки типа приезда в Дагестан. Но, что касается, собственно, реакции россиян, я думаю, что она довольно запрограммирована. Все-таки большая часть россиян негативно относилась к Евгению Пригожину и не успел он стать любимцем для широких кругов. Для той части, которых называют турбопатриотами в России, но это максимум, по оценкам самого Кремля, до 15% населения, он, безусловно, был таким образцом. Для тех, кто приносил цветы вагнеровцам, что бы там ни рассказывал ростовский губернатор в Ростове-на-Дону, он был в этот момент властью. У кого сила, у того власть, у кого власть, того любят россияне. Здесь очень простая зависимость, и в любой стране не менее 50% населения поддерживают власть просто потому, что она власть. Соответственно, такая же совершенно ситуация возникла и здесь. Но Евгений Пригожин уголовник, Евгений Пригожин человек, вербующий уголовников. Евгений Пригожин не всем еще был известен, а теперь он станет известен именно с негативной точки зрения для зрителей телевизоров. В телевизоре-то его не так много до этого было, до попытки этого мятежа, переворота или какой-то бутафорской постановки, мы не знаем. До сих пор, что это было точно. Соответственно, я думаю, что узнаваемость Пригожина возрастет, антирейтинг Пригожина тоже возрастет. Ну, а Владимир Путин, собственно, ничего особенно не получит. Возможно, получит небольшой минус, потому что кто же этого Пригожина так или иначе вырастил. Если у людей хотя бы относительно минимальная еще какая-то способность к логическому мышлению остается, раз им это рассказывает центральное телевидение, они в состоянии немножко додумать. Им бы надо было, как обычно делает кремлевская пропаганда, разные версии вбрасывать. Десяток версий, из которых невозможно понять, где правда, и они просто забудут об этом Евгении Пригожине раз и навсегда, потому что разобраться невозможно. Но тут есть очень прямой, явно, очень тупой приказ от руководителя кремлевской пропаганды, особенно телевизионной, от Алексея Громова, прямо и жестко ругать Пригожина. Кстати говоря, сегодня Пригожин впервые с 26 июня, нельзя сказать, что появился, но появилось его аудиообращение в одном из, по крайней мере, я знаю, что в одном из телеграм-каналов, возможность сейчас уже и не в одном, в котором он обратился к своим сторонникам, к россиянам, которые его поддерживают, и сказал, что в ближайшее время, я надеюсь, вы еще услышите о наших новых подвигах. Как вы считаете, это вот, ну, просто какой-то там, я не знаю, какая-то лебединая песня Пригожина, или он о чем-то договорился, он что-то знает, он о чем-то предупреждает? Как можно вот эти слова сейчас принимать? Ну, как минимум, он пытается сохранить тот статус, который ему удалось получить за последние несколько месяцев. Он хочет оставаться, не знаем по каким соображениям, такой иконой стиля, я бы сказал, для российских турбопатриотов. Он хочет, чтобы в него верили, он хочет быть неким народным лидером вот для этой части российского народа. Как он это потом использует, мы не знаем, или надеется использовать. Возможно, это просто подстраховка на случай того, чтобы Кремль не прекратил выполнение тех договоренностей, и неформальных, которые они достигли, когда Пригожин развернулся от Москвы. Возможно, он считает, что он сможет действительно вернуться и как-то продолжить свою карьеру, и в принципе верит, что Владимиру Путину, и точнее режиму Владимира Путина в его нынешнем виде осталось совсем немного. И дальше такие пираты, такие криминальные авторитеты, как он, смогут активно участвовать снова в российской политике и за счет военной силы что-то еще урывать. Тут можно только гадать. Сегодня, не знаю, совпадение это или нет, но сегодня и Шойгу тоже, собственно, первый раз после 26 июня появился, сделал заявление, в котором, не заявление, просто на селекторном совещании объяснил, почему Пригожин не дошел до Москвы благодаря слаженной работе, слаженным действиям войск и Министерства обороны. И вот эта вот фраза, которая, в общем-то, в контексте, конечно, там летит, но, тем не менее, можно ли ее, например, расценивать, что таким образом Шойгу сейчас дал понять, что он с Путиным договорился, он остается в кресле всерьез и надолго, демонстрируя как раз-таки вот успехи своего министерства? Ну, честно говоря, я думаю, что нельзя здесь строить прогнозов. Мы знаем, во-первых, что Владимир Путин под давлением никого мгновенно не увольняет, даже если такие договоренности были достигнуты. Сергей Шойгу прямо сейчас не уйдет. Во-вторых, Сергей Шойгу может переиграть, и Владимир Путин могут переиграть эти договоренности, если у Сергея Шойгу достаточно влияния, а у него достаточно влияния и возможностей, чтобы оставаться на этом посту по-прежнему, даже если многие хотят его оттуда убрать, в том числе внутри российской власти. Наконец, идут самые разнообразные слухи о том, что происходит внутри самого Министерства обороны, кого там уволили, кого там под следствие отправили, про самого Шойгу, все то же самое рассказывали. Я думаю, что надо следить даже не за этими публичными заявлениями сейчас, а за деятельностью позже. Но одно можно точно констатировать. Шойгу достаточно веселый и довольный, чего в последнее время не было. Поэтому, если заниматься уже совсем такой кремлинологией и физиогномистикой, скорее всего, у него все достаточно неплохо. И это значит, что он себя чувствует в должности достаточно уверенно. Будем следить за дальнейшей карьерой Шойгу. Да, Иван, спасибо вам большое. Иван Преображенский, политолог, был в нашем эфире.